Всем привет! С Вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы будем декорировать кофейную баночку. Крышечку украсим сладостями, а саму баночку кружевами и сымитируем рисовую бумагу. Приступаем к работе. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Крышечка, обезжиривающее средство, белые прочные салфетки, акриловые краски, включая бронзовые и золотой металлики, спонж, кисти для красок и лака, любая пластика или поперклей, клей ПВА, клей дракон или титан, жемчужный контур, лак акриловый, гиперное кружево, узкая коричневая лента и ватная палочка, карандаш и ножницы. Баночку необходимо помыть и обезжирить. Так как крышечка в банке имеет подходящий мне цвет, окрашивать ее я не буду. Клей ПВА разбавляем наполовину с водой. Будем использовать нижний внецветной слой салфетки. Смачиваем. Смачиваем в клее. Аккуратно достаем. Слегка можно отжать. И приклеиваем на баночку. Будем имитировать дорисовую бумагу. Салфетку клеим на банку. Такими кусками. Стараемся выгнать пузырьки воздуха. Специально сжимаем, клеим в маленький нахлёст. Сворачиваем, поправляем, немножко загибаем. Волокна брисовой бумаги находятся хаотично. Поэтому надо делать разные складочки. Таким образом оклеиваем полностью среднюю часть банки. Лишний клей можно промокнуть бумажным полотенцем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На стыках между салфетками нахлёст должен быть минимальный. Тогда работа будет выглядеть более аккуратно. Этот прием не является новшеством. Он давным-давно уже гуляет по интернету, но довольно интересный. Оставляем высохнуть. После высыхания баночку ошкуриваем наждачкой самой мелкой зернистости. Делать это надо очень легонько, чтобы не порвалась основа. Получается очень нежный эффект рисовой бумаги. Продолжение следует... Донышко баночки оклеиваем бумажным полотенцем. Полотенце клеим сминая. Создаем складочки и выгоняем все пузырьки воздуха. Оставляем полностью высохнуть. Бумажное полотенце уже высохло, получились грубоватые складки. Нам на донышке грубых складок не надо, поэтому ножничками проминаю эти складочки, чтобы они стали менее объемными. После такой обработки складки почти не ощущаются. Отрезаем два одинаковых отрезка гиперного кружева. Гипер сверху я буду приклеивать под крышку. Кружево я планирую окрасить коричневой краской. А под кружевом у меня будет белый цвет. Значит, нам необходимо наметить границы окрашивания. Как снизу, так и сверху. Сверху я уже наметила. Теперь намечаю снизу. Надо смотреть, чтобы зубчики верхнего и нижнего кружева совпадали, чтобы работа была более гармоничной. Чтобы ровно наметить границы окрашивания, я держу кружево пальцами. Но если вам это сложно, просто временно скрепите эту часть иголкой с ниткой. Видите, я рисую под кружевом. Так, чтобы эту линию от карандаша не было видно. Белой акриловой краской полностью закрашиваем вот это пространство. Коричневый цвет у меня почти что закончился. В наборе его нету. Покупался отдельно, под рукой сейчас тоже нету. Поэтому я взяла вот такой строительный колер. Но он рыжее немного, чем необходимый нам цвет. Поэтому я добавляю сюда чуть-чуть черной краски. Немного. Чтобы она не стала слишком темная. Капельку красного. А также добавляю бронзу. Кружево пропитали водичкой и окрашиваем. Кружево уже высохло. Далее мы его будем приклеивать к банке, клеим дракон. Кружево мнем, потому что при прокрашивании оно немножко такое стало у нас деревянное, а нам необходимы изгибы. Тут стараемся совместить все зубчики, нарисованные белой краской, с кружевом. Кружево приклеилось, клей полностью высох, видите крышечка свободно закрывается и открывается, кружево абсолютно этому не препятствует. Теперь мы будем покрывать вот эту часть, где мы имитировали рисовую бумагу, акриловым матовым лаком, можно глянцевым. От этого салфетка становится еще более прозрачной, эффект будет более интересным. Если все-таки где-то белое видно, которое мы подкрашивали под коричневый цвет, то это легко исправить. Берем деревянную шпажку и макаем в белую краску, а затем делаем вот такие точечки. Тем самым мы скрываем все изъяны. После того, как точечки проставлены и высохли, мы наносим на кружево бронзу. Субтитры создавал DimaTorzok Донышко окрашиваем коричневой краской. Сверху можно пройтись бронзой, сухой кистью. Чтобы горловина смотрелась более аккуратной, под поясочек приклеиваем декоративный шнур или ленту. Ищем место стыка и приклеиваем. Использую клей Дракон. Можно и любым другим клеем. Покрываем баночку лаком. Лак высох и наша баночка полностью готова. Видите, места стыков почти незаметны. Осталось только приклеить декоративные элементы к крышечке. Лепить в сладости можно из любой доступной вам массы. Подойдет даже самая дешевая покупная полимерная глина. Но я решила работать с самодельным поперклеем. Рецепт поперклея я оставлю в описании под видео. Кусочку поперклея придаем в форму конфетке. Верх прекрасно разглаживается водой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оставляем детали полностью высохнуть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Контуром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, все наши сладости готовы! Я уже их разместила на крышечке Теперь осталось только приклеить Зефирчик мне показался слишком беленьким Он стал выбиваться из общей композиции Поэтому я его смазала лаком и посыпала молотым кофе После того, как клей застынет, все конфетки покрываем акриловым лаком Бантик на крышечке я украсила сердечком Его сделать совсем не сложно Слепила из той же массы, что и сладости Сверху прижала кружевом А после высыхания раскрасила Подписывайтесь на мой канал Постараюсь и дальше радовать вас новыми работами Вдохновляйтесь, творите Желаю вам всего самого волшебно прекрасного До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова